Комсомол — не просто возраст. Комсомол — моя судьба. Слова из песни, под которыми могут подписаться большинство тех, кто прошел через самую массовую общественную молодежную организацию Советского Союза. 29 октября 2023 года Комсомолу или ВЛКСМ, Всесоюзному Ленинскому Коммунистическому Союзу Молодежи, исполняется 105 лет. Хороший повод вспомнить. Комсомол — это история страны. Он был создан 29 октября 1918 года на Первом Всероссийском Съезде Союзов Рабочей и Крестьянской Молодежи. Первая и единственная в Советском Союзе массовая молодежная организация позиционировалась как активный помощник резерв Коммунистической партии. Она просуществовала 73 года до распада Советского Союза в 1991. Но Комсомол — это не только идеология. Он организовывал труд, отдых, досуг советских юношей и девушек от 14 до 28 лет. В общей сложности в Комсомоле состояло более 200 миллионов человек. Сегодня о такой активной всеобъемлющей работе можно только мечтать. Комсомол — это шесть орденов на знамени, которыми организация награждалась в разные годы за боевые и трудовые заслуги перед Родиной. Это устав ВЛКСМ. Это четко выстроенная структура от первичных организаций в школах, на предприятиях, от областных и городских комитетов до Всесоюзного съезда ВЛКСМ. Высокая честь выносить красное знамя ВЛКСМ на Всесоюзном съезде в Кремле. Дважды ее удоставился космонавт Петр Климук. Шесть орденских лент венчает красное знамя ВЛКСМ. Его несет герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР, подполковник Петр Климук. Комсомол — это освоение целинных земель и ударные молодежные стройки. Народно-хозяйственные объекты, ответственность за строительство которых брал на себя комсомол. В их числе БАМ, Байкало-Амурская магистраль, первая очередь Московского метро, Саяно-Шушинская ГЭС. Это МЖК, молодежные жилые комплексы, дома, которые комсомольцы строили для себя своими руками. Комсомол — это кузница кадров, карьерный рост, социальный лифт, как бы сейчас сказали. Большинство руководителей, в том числе государства, начинали свой путь с секретарей комсомольских организаций. Комсомол — это молодость, коллективизм, дисциплина, товарищество, патриотизм, лучшие качества воспитывал в человеке ВЛКСМ. Вспомним историю Щелковского комсомола. Сто лет назад на месте Щелковского театра стояло деревянное одноэтажное здание клуба «Кор» — клуба имени Октябрьской революции. В начале 1920 года молодые рабочие Соболев-Щелковской фабрики создали здесь первую комсомольскую ячейку. В Щелковском историко-художественном музее хранится знамя городской комсомольской организации. Его сохранил и передал в музей последний первый секретарь горкома Анатолий Петрунин. К сожалению, в феврале 1921 года Анатолия Васильевича не стало. А ветераны комсомола каждый год 29 октября собираются вместе. Они остаются верными принципам ВЛКСМ, сохраняют его наследие. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Это про них. Отголоски комсомола живы и сегодня. Популярные газеты «Комсомольская правда» и «Московский комсомолец» сохранили свои советские названия. Как и улица Комсомольская, которая есть в каждом городе. И никто против этого, как нам кажется, не возражает. Ирина Микеда, Щелковское телевидение.